Друзья, привет! Рад вас всех видеть и на стриме, и те, кто присоединится позже на запись на ютюбе. Сегодня мы будем с вами вспоминать и смотреть на то, как прошел музыкальный 2013 год. Для меня 2013 год был в точке зрения музыки достаточно странным. Я вот посмотрел свой Last.fm, в котором очень много записей. Очень мало записей, практически ничего там нет. Это превалирует, в общем, русский рэп у меня в 2013 году. И действительно, у меня была большая довольно пауза от активного прослушивания именно Black Metal. И я изучал и погружался в совершенно другие новые для себя жанры тогда. И поэтому я пропустил довольно много тяжелой музыки, которая в 2013 году была. И поэтому я буду с вами сегодня с вашей помощью, людей, которые эту музыку не пропустили, буду погружаться и узнавать подробнее. И мы будем делиться эмоциями. А может быть, в конце концов, я вам расскажу что-то новое и интересное про другие и крайне альтернативные музыки. Про то, как выглядит альтернативная или экстремальная музыка, например, в том же мире хип-хопа. Но посмотрим, посмотрим. В общем, сегодня просто гигантский набор треков для как любителей тяжелой музыки, так и просто меломанов. И мы начнем с вами, ребят, с того, что надо нам вспомнить, как звучала популярная музыка того времени. Надо погрузиться вначале нам в то, что там, что за хиты были. Чтобы понять, а что было в противовес этим хитам в более такой задротской музыке. Из того, что первое мне лично вспомнилось, это то, что в 2013 году вышел новый альбом у Daft Punk. Это важное событие было для в целом музыкальной индустрии. Я не фанат Daft Punk, но была песня, которая точно всех заколебала тогда. Я думаю, что это главная песня 2013 года. Но вот эта песня, я думаю, что задолбала тогда просто абсолютно всех. Тем не менее, у Daft Punk тогда вышел, мне кажется, довольно хороший альбом с точки зрения восприятия критиков. Вот, это как бы первый вкус поп-музыки. Второй вкус – это песня, которая мне в 2013 году вообще сильно нравилась. Я честно считал это довольно хорошим поп-хитом. Но, как мне кажется, она довольно сильно за 10 лет, скажем так, подпортилась, устарела ужасно. Это вот эта замечательная песня. Вспомнили, да? Вспомнили. Супер. Я не буду, опять же, подробно останавливаться на поп-музыке сегодня, потому что у нас довольно обширная программа. Но вот так вот звучал 2013 год, и многое из такой музыки, конечно... Не знал, что ты можешь вернуть меня на дачу с родителями в 2013 году. Да, тут вот прям дачные-дачные вайбы, да. Да, еще одна интересная история, которая была в 2013 году, связанная с поп-музыкой. Это, наверное, одна из самых скандальных песен, поп-песен, за последние десятилетия. Которая тоже, кстати, связана с Фарелом Вильямсом, который был у нас в Гитлаке. Это песня Blurred Lines. Я не буду долго на ней тоже останавливаться, но особенность этой песни в том, что... Во-первых, возможно, вы видели клип. Возможно, вы видели клип. Возможно, вы видели две версии этого клипа. Одна из которых... Удивительно, что вообще находится на Ютьюбе. Не всегда на Ютьюбе разрешают такие вещи, которые были в 2013 году в популярнейших клипах. В общем, ну, просто советую вам загуглить самим. А песня эта любопытна тем, что ее авторов... Ну, если Фарелом Вильямса не отменили до конца, то вот Робин Фикки, второй молодой человек, который исполняет эту песню, его, мне кажется, напрочь отменили за эту песню, потому что, в общем, не соответствовала она современным стандартам, как бы принципам активного согласия в отношениях. Поэтому ее называли такой рэйпи, рэйпи-сонг. И это одна из тех песен, где, в общем, в целом скандал и отмену вот авторов начали не старое поколение, как это было, например, с рок-музыкой 80-х, да, когда там чел из Twisted Sisters перед судом или конгрессом там, как бы защищал рок и рэп-музыку от нападок матерей, которым казалось, что все портит это. Нет, это молодые люди, это молодые люди, которым как бы не нравится, что песни пропагандируют, например, какие-то пропагандируют. Мы не знаем точно, авторы точно говорят, что нет. Суд с плагиатом тоже был с этой песней, кстати, да, да, это второй скандал. Но первый и основной это про строчку «You know you want it», которая в этой песне звучит 10 тысяч раз, и она в целом вместе со всем ощущением, вместе со всем клипом и прочим создаёт ощущение, ну, скажем так, неуважения принципов обоюдного консента в сексуальных отношениях. Давайте я скажу так. Вот, дальше. Любимая, любимая такая вот игрушка для бития, как я не знаю, пиньята, я бы назвал, пиньята от мира музыкальных, от музыкальной критики, в 2012-2013 году образовалась. Думаю, что вы все знаете этот замечательный проект. В общем, дальше не буду продолжать. Radioactive, да, вот это все, вы знаете. Очень-очень любят, это прям второй Nickelback, да, то есть. Если хочешь показать другим людям, что у тебя хороший музыкальный вкус, надо обязательно зачморить Imagine Dragons, иначе никак. Nickelback – говно, Imagine Dragons – говно. Все остальное обсуждаемо, но здесь никаких, как бы, обсуждений быть не может. Вот. Все возникает вопрос, в каком стиле они лабают. Ну, это поп-музыка. Это такой поп-рок, если можно. Ну, то есть, там в целом рока мало. Вот. Ну, я думаю, что этого достаточно, чтобы вспомнить какие-то там самые популярные песни именно в поп-музыке. Там очень популярны были Кэти Перри, Тейлор Свифт, там, не знаю, Бруно Марс, все вот эти люди. Мэрон Файв, Дрейки, Кеши, как бы, Джастин и Тимбервейки. Все примерно как обычно. Леди Гага и так далее. Что же у нас происходило в роке и металле? Мне, на самом деле, кажется, что не самая интересная пора для рок-музыки десятые годы. В качестве основной альтернативной культуры, конечно, мне кажется, на первый план стал выходить рэп и хип-хоп, как что-то, что слушают молодые ребята. Рок — это скорее удел нашего поколения. Ребят, кто вырос на металле и на роке, те продолжают слушать. Но вот молодые тянутся за рэпом, а за молодыми — сила. Наверное, первое, о чем хочется поговорить, раз уж мы плавно переходим из мира поп в мир рока, это про такой вот массовый большой поп-взрыв, взрыв популярности и то, как вот эта группа поменяла себя из супер-субкультурной группы, переросла в большой популярный проект. Да, и это не Death Heaven, это Bring Me the Horizon. Я никогда не был особым фанатом этой группы, я прекрасно помню момент выхода их первого релиза, они тогда звучали максимально злобно для меня тогдашнего возраста, да, была тяжелая музыка, ну, они, правда, играли такой довольно сырой и херово записанный Descore, вот, а превратились они вот в это. Я буду включать не главный их хит, который, я думаю, вы все знаете, а вторую по популярности песню с этого альбома, который называется... Корни как бы еще присутствуют, да, то есть ребята по-прежнему играют музыку, которая похожа на металл-клор. Я выбрал именно трек этот, а не основной, и я понимаю, что в каждом случае довольно тяжело выбрать из всего альбома какой-то самый лучший трек, который понравится всем. Мне этот трек понравился больше всего из того, что я слышал. Не понимаю, чем отличается от Linkin Park'a. Действительно, это, ну, в целом, весь современный популярный металл, металл-клор, он во многом следует формуле Linkin Park'a, потому что эта формула довольно массовая и хорошо работает на широкую аудиторию. И, с одной стороны, здесь у вас есть вот такой вот вкус тяжелой музыки, да, но, с другой стороны, звучит это все весьма приятно. Уху можно включить это на радио и прочее, да. Brigny Zaharazen — это как раз пример группы, которая решила выйти из субкультуры, выйти на популярную аудиторию и сделала это достаточно успешно. Вот, это такой пример популярной рок-музыки в то время, да, но вот мы сейчас пойдем в более глубинные такие места уже чего-то более субкультурного. Первое явление, про которое мне хочется поговорить — это заря популярности так называемого оккультного рока. Я не знаю, ребят, можете ли вы определить, что это вообще за жанр, да, оккультный рок? Как его определить, да? Ну, для меня это какая-то смесь хэви-металла, психоделик-рока, и все это с таким привкусом определенной эстетики. То есть, как будто бы, если я это слышу, я могу это опознать как оккультный рок, но дать четкую категоризацию жанру мне очень сложно. И мой любимый проект, наверное, в этом жанре — это Devil's Blood. К сожалению, в 2013 году у Devil's Blood не выходило никаких альбомов. Black Sabbath все-таки это, ну, как бы, оккультным роком, мне кажется, не считается. Black Sabbath — это больше батя именно хэви-металла и дум-металла в том числе. Вот. И группа, которой есть определенный вкус этого оккультного рока, если брать самые популярные проекты, самые прорывные, самые такие вот заслушанные, — это, наверное, все-таки проект Ghost. И песня называется Year Zero. И песня называется Year Zero. Про Ghost мне, честно говоря, мало что есть сказать, потому что группа абсолютно, вот ее подъем популярности абсолютно прошел мимо меня. Хотя, конечно, это было одно из самых заметных явлений в металле, как мне кажется, в последнее десятилетие. Мы еще выбираем во многом песни по принципу популярности, и, возможно, это действительно не самая удачная песня и не самый удачный альбом, но что есть, то есть, это популярная песня. Честно говоря, вот именно понятие оккультного рока у меня с Ghost никогда не ассоциировалось. Все-таки Ghost — это какой-то странный такой а-ля heavy metal, а оккультный рок — это что-то все-таки более жанровое, более субкультурное. Да, из смешных вещей про Ghost в какой-то момент появилась новость про то, что Tobias из Ghost рассказал, что Carpenter Brute, возможно, вы, скорее всего, многие из вас знают проект Carpenter Brute, они рассказали, в общем, что этот молодой человек из Carpenter Brute, он француз, он продюсер да вспел Омеги. Что это значит, сложно сказать, но интересный факт, связанный с группой Ghost. Следующий трек из жанра оккультный рок, который вышел в 2013 году, он имеет особенное, особенное значение. Я думаю, что даже если вы не знаете группу, даже если вы не знаете песню, вы наверняка ее слышали, если вы находитесь на этом канале, друзья. Эта группа In Solitude, и песня называется Pellet Hands. История такая, что в какой-то момент я заботился поиском какой-то музыки на фон, и группу In Solitude я не знал, но знал, что мне хотелось найти что-то уютное, роковое, и что-то фоновое все-таки, что не заполняло бы слишком много частот. До этого у меня на канале звучали тоже разные треки, но во многом звучал такой бесплатный, драматбейсный трючок, который все-таки вот чуть-чуть, может быть, не до конца подходил, хотя, в принципе, мне нравилось. И я пошел искать как раз, смотреть, есть ли у Devil's Blood что-то такое, что мне понравится. Не нашел. Пошел дальше смотреть по рекомендованным артистам, Spotify, и вот нашел вот этот риф. Благодаря этому всему многие из вас эту песню так или иначе слышали. Тоже на оккультный рок не очень тянет, скорее что-то в духе traditional heavy doom. Ну, для меня просто это очень близкие, близкие теги, как бы, и оккультный рок для меня это во многом про эстетику вместе с чем-то, каким-то старым таким ракешником. Вот, я могу быть неправ 100%, но как есть. Третья песня, вопрос, я не знаю, это чисто гугление, я ни разу не слышал ничего про эту группу, я не слышал ничего про этот трек, но мне интересно, кто-то из вас знает эту группу или нет. Вот, группа называется Purson, и песня называется Spiderwood Farm. Ничего не знаю, интересно, знаете ли вы, ну, давайте послушаем. Приятный, приятный звук, очень приятно слышать хороший такой бас раскатистый. Я вот, в этом смысле, мне кажется, музыка 60-х, 70-х, поэтому ее и любят меломаны, всякие психоделик-рок и прочее, потому что над записью тогда, видимо, очень сильно запаривались, именно в рок-музыке. Опять же, я не специалист, я очень редко слушаю группы, а-ля, там, не знаю, Pink Floyd, или, да, не знаю, что там еще, Grateful Dead, я не разбираюсь совершенно. Каждый раз, когда я погружаюсь в такую музыку, я очень хорошо слышу большую работу над продакшеном, и тут это тоже чувствуется. Мне, мне понравилось, да, я бы, может, послушал целый альбом. Дальше, небольшой, не то чтобы ответвление, да, я бы не сказал, что в этом жанре происходило что-то диаметрально интересное, или что-то новое, поэтому я не буду касаться почти музыки с приставкой Core всяческой, да, но пару групп мы все-таки заценим. Я все-таки решил добавить к нам в плейлист последний альбом The Dillinger Escape Plan. Никогда не был фанатом этой группы. Единственная, наверное, песня, которую я бы переслушал, это действительно их совместный проект с Челом из Fate No More, который мы слушали на стриме про 2002 год, кстати, да, поэтому группа очень активная. Но вот давайте посмотрим, сколько среди нас любителей The Dillinger Escape Plan. Субтитры делал DimaTorzok Действительно, наверное, входит в топ-10 лучших песен для секса вместе с гимном Российской Федерации, но, честно сказать, конкретно мне эта песня очень даже по душе, да, действительно, эти сбивки ритмов, блин, классно, очень интересно слушать, но вот я не понимаю, в какой ситуации я бы захотел вернуться к этому. Под сбития такие, ну, пробивает, короче, баннерную слепоту такую, знаете, эта музыка, она обращает на себя внимание, а каждое вот это сбитие ритма, это как пощечина, типа, слышь, типа, обрати внимание. Так что, да, да, вот, под пивко, действительно, ну, так, как Dark Throne, в принципе, да, Dillinger Escape Plan, согласен. Второе, под что я хотела поговорить в контексте кор-музыки, это, наверное, один из немногих гранд-кор-проектов, которые лично я слушаю, и он максимально растиражирован среди меломанов, очень популярный, вы можете увидеть на YouTube людей в футболках этой группы через каждого второго музыкального ютубера. Не могу сказать, что конкретно этот альбом мой любимый, но как же, как же эта группа хороша с работой со звуком, она звучит максимально правильно для гранд-кора. Да, это Nails, это Nails, правильно. Вы все угадали. Да, это Nails, и песня называется God's Cold Hands. Субтитры сделал DimaTorzok Согласен, Unsilent Death отличный, отличный альбом, мне нравится гораздо больше, чем этот, на самом деле. Не знаю почему, может, как бы они и не сильно отличаются, но, да. Но звучит, блин, как же звучит классно, вот прям продакшн, ма, просто, просто. Да, весь плейлист для секса, это все отлично подходит, мне наоборот, это более агрессивный. Да, возможно, возможно. Я просто, опять же, не то, чтобы частый слушатель такой музыки, но мне кажется, что группа Nails, это отличный пример того, как группам, которые работают в жанре Black Death, надо выстраивать звук, вот, чтобы кукурузило как надо. Вот отличный пример. Раз мы поговорили про такой грандкор, наверное, имеет смысл перейти к тому, что происходило с Death Metal. Тут я, опять же, не спец, я надеюсь на вашу экспертизу, друзья. Кажется, что 2013 год, это, во-первых, время, когда, ну, вообще, в целом, десятый, когда появился тренд на, как мы это называем на нашем канале, душный, подземный Death Metal, да, такой олдскульный, олдскульная духота. Revival Oldschooled Dead, вот, вот про это я и говорю. Но вот это название я довольно часто слышал, и поэтому мне стало любопытно заценить. Группа называется Grave Miasmo, это, по-моему, британский проект. Очень часто слышал в контексте Revival Oldschooled Dead, давайте послушаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Душанан Death Metal, он самый. Я, честно говоря, никогда не понимал это направление, но очень много людей именно в среде металлхедов современных кайфуют от такой музыки. Ну, если чувствуете, то чувствуете, тут спорить, как бы, не с чем. Вот, но я не понимаю, как, как будто бы, вот, как, слишком медленно, да. Может быть, и с Думом у меня по этому отношения не супер сильно завязались. И другой пример такой музыки, я тут перескочу из дэта немножко на другой жанр, с которым у меня тоже, как бы, отношения не сложились. Ну, например, вот у нас тут в чате много довольно людей, кто любит такую музыку, кто вспоминал эти группы. Это постметал, это сладжет, вот все вот где-то в этой области, да. Первый проект, про который много вспомнили в контексте этих тегов, у которых выходил один из самых общепризнанных металл-альбомов этого года по разным там рейтингам и прочее, это Культов Луна. Культов Луна Культов Луна Кто мы такие? Чтобы спорить о вкусах, кроме как элитисты, гейткиперы и все такое. Вот, но большинству понравилось. И раз помнили The Ocean, а давайте сразу сравним The Ocean. Играет музыка Вот такая вот у нас группа The Ocean. Не знаю просто под какое настроение я бы стал лично слушать эту музыку. Вот под что вы слушаете постметал? Там Айзис, Культов Луна. Вот кто любители жанра? Расскажите. Это музыка для активного прослушивания? Это музыка для фонового прослушивания? Под водку. Сел такой, под водку такой, достал. Огурцы. Давай-ка я сейчас послушаю Культов Луна. Да, звучит идеально. Постметалл, как выясняется, я на самом деле довольно много сил потратил, чтобы врубиться, потому что когда много людей вокруг ценят какое-то музло, кажется, что к нему тоже надо прикоснуться. Но вот как и Владислав написал в чате, что не понял я. И я тоже, как бы сейчас для меня это, видимо, не вызывает у меня те эмоции, которые я жду от музыки. А я жду я от музыки обычно энергию. И вот такую вот, ну не то чтобы агрессию, именно энергию. Поэтому я, может быть, и не люблю, допустим, какой-нибудь инди-рок. Просто музыка зачастую очень мягкая, плавная, совсем другое настроение создает. Не то, которое я ищу в музыке. И следующее у нас на очереди, это подъем второго такого субжанра в дэт-металле. Это так называемый диссадет. Интересное достаточно явление, как мне кажется. Но я, несмотря на всю любовь к диссонансному блэку, диссадет я не понимаю до конца. Поэтому давайте изучать, давайте разбираться. Начнем мы с классиков, с классиков, с группы, которая все начала. Горкотс. Да, давайте послушаем их. И их альбом 2013 года, конечно, довольно сильно отличается от их предыдущего творчества. Я пытался вкурить Обскюру. Сложноватая для меня музыка, чтобы я ее слушал с большим удовольствием. Интересная, бесспорно, но возвращаться к ней сложно. Что же у нас с Горкотсом 2013 года? Играет музыка. Ну что, вот это Горгоц, какой же вкусный бас все-таки, кошмар. Я вот слушаю вот это вот, я не знаю, это слэпом вообще играют или нет, я просто не музыкант, поэтому мне тяжело понять. Вот разнообразие разных ритмов, вот таких вот кусочков, с которых соткана песня, ну действительно слушается как какой-то джаз, может быть, в каком-то смысле. Наверное, это пока лучшее, что я слушал сам из Горгоц, то, к чему все-таки хочется, наверное, с вниманием отнестись, просто не всегда есть настроение под относительно сложное музло, поэтому я еще думаю, что все-таки группа это для, знаете, как прогрессив металл, примерно то же самое, во многом направлен на музыкантов. Вот кто любит сам музыкой играть, таких людей, конечно, Горгоц очень впечатлит, как технически, так и композиционно. У меня была удачная возможность побывать на концерте второй группы, которую мы сейчас послушаем. Это группа Ulcerate. Я про нее рассказывал, да, действительно, на канале. В общем, Ulcerate, конечно, это группа, которая меня покорила именно в техническом плане, а не в плане музыкальном. Потому что смотреть на то, как играет их барабанщик, это просто сказка. Ну, на музыку можно смотреть по-разному, на них я смотрю, на Ulcerate, я их не слушаю ради удовольствия, я их смотрю на просто каких-то безумцев в плане техники и того, как они играют. Давайте послушаем. Альбом называется Верхмес, песня называется Confronting Entropy. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, это Алькерат. Алькерат. Ну, прям вот, если говорить про группы, которые играют интенсивную музыку, то, наверное, можно вот палату мер и весов в качестве интенсивной музыки ставить Алькерат. Ulcerate говорят только слабые в духе люди, а вот Алькерат это как мановар. И третья, третья группа в детовой области. Это группа, которую я никогда вообще не выкупал, но её очень любят тоже многие любители жанровой музыки. Не, не имейлэйшн, имейлэйшн не будет, сорян. Portal. Да, да, вообще, вообще её не понимаю. Давайте попробую понять сегодня. Друзья, это был Portal. Группа, которая очень классно работает, кстати, с визуальным рядом, оформление их альбомов и вообще вот то, как они оформляют. Я всегда из-за этого и пытался их послушать. Да, то есть вот просто я видел в каком-нибудь магазине винила, в котором я обычно закупаю Black, там, Portal. У них такие обложки, у них такие, такое оформление. Сразу хочется врубиться. А потом, ну, потом оказалось, что всё-таки музыка не для меня. Но вот здесь вот этот вот ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, вообще прикольно звучит. Вот, а у Айона как раз вот оформление потрясающее. Надеюсь, я прошёлся по более-менее самому главному. Понятно, что всегда есть куча релизов, всегда выступают какие-нибудь древние банды. Мы с вами в металле вообще люди консервативные. Мы любим обсуждать, что Black Sabbath выпустил новый альбом в 2013 году, ещё чего-то. Да, но всё-таки хочется поговорить про что-то новое. И, наверное, DissoDead и, ну, вот такой олдскульный Death Metal Revival. Наверное, это заметные тренды в Death Metal в 10-х годах. Что же у нас происходит в Black Metal, друзья? В Black Metal мы будем погружаться по патрульни, потому что всё-таки это то, что нас, наверное, всех объединяет с точки зрения музыкального вкуса, несмотря на то, что музыкальный вкус у нас у всех очень разный. В первую очередь, что это год про то, что окончательно, наверное, победили экспериментальные, скорее, проекты в массовом сознании, нежели классические Black Metal проекты. Экспериментального стало гораздо больше. Начнём мы с главного эксперимента, с главного эксперимента, который все ждали, который, наверное, ну, главный ключевой альбом в Black Metal, конечно, в 2013 году. В общем, мы сейчас, да, с вами будем слушать Black Gaze. И специально для Black Gaze я, наверное, позову своего брата-близнеца, который у меня тут тоже рядом сидит. Он, короче, единственное, что, ребят, он такой трушный пацан, так что, возможно, ему не понравится. Но мне в целом нормально, но давайте, сейчас, секунду, я позову его. Здорово! О, чё там у вас? Death Metal, слушайте. Заебись, заебись, нормальная тема. У меня тут, смотрите, вон, Саргейст, да, нормально. Пацаны, металл тут. Чё тут? Я не знаю, видно или нет. Урфауст. Чем занимаетесь? Дарттрон, пацаны, Дарттрон, заебись. Дарттрон, пацаны, Дарттрон, заебись. Вы не видели, я не качал головой под это. А чё вы тут всегда все вместе собираетесь? А чё вы тут делаете-то вообще? Слушаете Black Gaze вместе? Понятно, блин. Далью кринжа я свою выполнил за этот стрим. Больше не будем к ней возвращаться. Но я хотел вообще сказать, наверное, вот этим всем, альбом лучше, чем я его запомнил. Вот что. Я вот переслушивал его, и конкретно вот этот трек, мне кажется, имеет очень хорошую структуру. В нём есть классный вот этот вот взрыв в середине трека, на котором Old Head вышел из чата. Но ни одним самбазером единым, и ни одним Death Heaven единым, как вы понимаете. Всё-таки, блин, классная всё-таки история про маркетинг. Как ты приходишь, ломаешь шаблон, и за счёт этого вылетаешь вообще за пределы всего жанра. Но вот основная проблема с Death Heaven, и почему, наверное, его очень часто не любят в среде субкультурной, это как раз то, что культурно этот проект к Блэку не принадлежит. Музыкально тут спорить не о чем, это Блэк. Но культурно очень далёк от тех ценностей, которые присущи большинству играющих групп в жанре. Да, из другой тусовки, ребята, да. Но вот, наверное, это хороший пример как раз тренда в 2013 году, что в Блэке выросло поколение людей, которые готовы играть Блэк вне рамок Блэк. Я не знаю, сколько этим музыкантам лет, но я могу легко представить ситуацию, что тебе там в 2013 году за двадцатник, а как бы в подростковом возрасте тебе нравился, и Joy Division нравился тебе, и Бурзум тебе тоже нравился, и ещё что-то. И ты такой, блин, а как я могу выразить себя в этой музыке, зная, что мне нравится экспрессивная сила Блэк металла? А давай-ка я надеру всем задницу, сделав розовый альбом. Так что продолжим, продолжим наше путешествие по Блэк гейзу. 2013 года, это как раз пик Владислава, могильный лайф, пропагандист этой группы, я бы сказал. Я ни разу не слышал про эту группу до этого, потому что я не погружён в Блэк гейз совершенно за пределы парочки групп, которые играли, ну типа ещё в конце нулевых. Дальше я совершенно потерял какой-то интерес, но вот группа называется An Autumn for Crippled Children. Ничего про неё не знаю, но судя по количеству ревью на Retro Music, это действительно группа минимально значимая. Да, так что давайте заценим. Субтитры сделал DimaTorzok Так что, да, это An Autumn for Crippled Children. Честно, ещё раз, никогда не слышал про эту группу до обзоров Владислава Могильный Лайф, поэтому интересно было погрузиться чуть больше в культуру, и интересно, почему, кстати, ты считаешь, скажу, что... Ну естественно, я выбрал самый проходной трек, это обязательно. Как бы так оно и работает. Если ты заказываешь какую-то музыку, Челикс со стрима выберет самое говно, все захейтят, все решат, что альбом говно, и как бы пройдут мимо. Да, я, кстати, выбирал песню по своему вкусу, я послушал несколько песен, и мне эта песня показалась самой прикольной. Вот, так что, возможно, просто мой вкус не очень хорош. А мы с вами переходим к третьему треку, и последнему, в конкретно, в такой блэкгейзно-постблэковой части. Это у нас проект Герм, проект супердеятельного музыканта из Австралии, который сделал, пожалуй, мой любимый проект из такого ДСБМ-ной, около тематики, Аустеры. И это у нас ревайвл, буквально ревайвл группы Амезер, да? Как бы звучала группа Амезер, если бы она сделала трек в 2013 году, а не распалась к херам из-за внутренних разборок, из-за того, что Адри вроде как не самый простой человек для общения. Амезер Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, вот обидно, конечно, обидно, конечно, что Амезер успели только одну эпишку и альбом сделать. Ну вот классная, классная энергия у них. Прям вот меня разваливает. Очень редко такое происходит именно с блэкгейзом, а тут как-то вот и бодро, понимаете? Бодро, вот. Офигенно. Очень классный трек. Прекрасно сохранился. Супер. Я бы хотела продолжить тему экспериментов в блэке и то, что в целом, как мне кажется, в жанр вливалось очень много людей снаружи, кому было тесновато в рамках. И они играли... Ну, эксперименты, которые как будто бы не то, что были приняты в жанре в нулевые или в 90-е, несмотря на то, что жанр всегда был открыт к креативу и экспериментам, они как-то по-другому звучат. И следующий проект, который мы с вами послушаем, это Altair of Pluggies. Сложно было выбрать трек из этого альбома, потому что, мне кажется, все-таки альбомный трек. И вообще, у нас есть определенные рамки, из-за которых мы слушаем все-таки с синглами, коротенько, да? И задача этого всего, наверное, все-таки заинтересоваться с прослушиванием полного альбома. Вот. Так что, если я выбрал не ваш любимый трек, извините, опять же, на свой вкус выбирал. Так что погнали. Продолжение следует... Что сказать? Звучит точно необычно, и в нулевых мы бы такое в Black'е не услышали. И как будто бы действительно вкус какого-то внешнего... Даже если мы говорим про эксперименты в Black'е, очень часто это эксперименты, которые чувствуются, что они сделаны людьми из культуры здесь. Я не знаю откуда, но я слышу внешний взгляд людей, которые не из культуры, но которым интересно поиграться с Black'ом, как с текстурой, которой можно вот так натянуть на свою музыку и посмотреть, что с ней выйдет. Для меня это, наверное, одно из открытий в рамках подготовки, потому что это был тот альбом, которым мне захотелось вернуться в течение моих каких-то знакомительных прослушиваний, несмотря на то, что вначале было как бы неприятие. Да, и тут чувствуется работа с шумами, да, нойз, вот такой ритмичный нойз. Так, давайте пойдем подальше по экспериментам. Экспериментов много и, скажем так, людьми, которые как будто бы понимают, как их делать в рамках культуры, в рамках жанра, да, и следующий такой... Я бы не сказал, что это прям эксперимент, но все-таки это что-то новенькое было для жанра. Это у нас проект из Чехии. Культ of Fire. Песня называется «Калима». Гутавакс. Группа кино – это смешно. Никогда не понимал, зачем этой группе заигрывание с индуизмом, кроме внешних атрибутов, тема вообще не раскрыта. Но это металл. В металле важен гиммик. В металле должна быть какая-то картинка, которая привлечет. Ты должен делать как Гоуст. Ты должен делать как, не знаю, Мгва в самом начале. Вот черные ебало. Ну, просто что-то нужно, какой-то театр добавить, чтобы привлечь к себе внимание. Но вот в Культ of Fire выбрал такой вариант. Это просто особенность жанра, что в жанре любят театральщину. Я, кстати, его пропустил. Ровно из-за того, что 2013 год для меня был вообще не годом Блэка. Только потом я такой, типа, ага, да, кажется, что Культ of Fire – группа, которую очень часто упоминают, часто вспоминают, да. Действительно, у них очень запоминающийся гиммик. Я не знаю, как по-русски сказать гиммик. То есть образ, концепция. Не знаю, как перевести, в общем. Но вот еще одна группа, которую у меня всегда были большие проблемы понять ее. Но вот как в случае с Культ of Fire у этой группы офигенный визуал. И, наверное, одно из самых красивых лого в жанре. В жанре, да. Это финская команда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оранзи по зузу, это ваши... Так, как кто-то сказал в комментариях, да что тут сложного, типа пацаны просто краудрок с плэком мешают. Ну вот в этой песне действительно ничего сложного, как мне кажется, нету. И действительно в сравнении с последним их альбомом слушается вполне себе приятненько. Но тем не менее, мне вот, если говорить, вот вспоминать вот это дебильное слово диссонанс, да, то есть есть какие-то такие приятные диссонансы, да, то есть ласкающие ухо. И вот музыка раньше по зузу для меня всегда была неприятно диссонансная. Она вот прям такая пугающая диссонансная, такая фу, типа хочется выключить. Здесь такого, кстати, почти не было, но все равно вот в главном рифе это чувствовалось. Но, короче, относительно нормальный блэк в данной ситуации они выдали, как мне кажется. Но дискография у них, конечно, любопытная. В предыдущем треке, который мы с вами обсуждали, Культуфайр, Калима, да, вот был такой вот обрядный какой-то религиозный вайп. Очень многие группы стремятся создать такое ощущение, что ты находишься на обряде какого-то культа, да, какая-то процессия, что-то такое. И мне кажется, единственная группа, которая справляется с этим по-настоящему, группа, которую я сейчас включу, и трек, который я сейчас включу, один из самых лучших в жанре, что я слышал, для меня, по крайней мере. Поэтому я рад его. Несмотря на то, что в целом по дискографии этой группы все очень для меня нестабильно, а конкретно этот трек для меня суперсильно выделяется. Ребята, мастера создать атмосферу, обряда, культа. Это Культ де Гуль, Винтаж, Блэк Мэджик. Культ де Гуль, Винтаж, Блэк Мэджик. Культ де Гуль, Винтаж. Культ де Гуль, Винтаж, Блэк Мэджик. Несмотря на то, что я не очень люблю вообще Блэк, который вдохновлен Дарктроном, Уль-де-Гуль, наверное, это исключение, благодаря тем элементам, которые они в этот Дарктроновый звук докидывают. Ну то есть в целом все равно чувствуется, что чуваки очень любят Дарктрон, но они докинули своего и получилось... Ну вот конкретно этот трек, мне кажется, один из лучших Блэк Металли вообще. Пока я далеко не убежал, давайте послушаем, наверное, еще один польский проект. Мне кажется, довольно часто вспоминают в контексте, ну именно польской андеграундной сцены, группа Плага. Субтитры сделал DimaTorzok Интересный проект, но останавливаться подробно я на нем не хочу, потому что как будто бы культурной какой-то значимости в нем было не очень много, но поделиться хотелось. На самом деле, ребят, я не очень хотел включать Вормласт, потому что, опять же, для формата стримов не очень подходит, но посмотрите на этот арт, посмотрите на него. Вот чем мне исландская сцена всегда нравилась, это оформление. Вот что это вообще? Какой-то то ли ангел, то ли лицо блюющее, то ли просто круги, то ли змеи... Блин, офигенный арт, офигенный. Но музыка у Вормласта душная, конкретно душная. Но раз уж я засветил, давайте послушаем духоты. А, это Метастазис делал арт? А, ну очень круто тогда. Если это Метастазис, то респект. Метастазис, это французский, французский оформлитель, художник, который оформлял сейчас вот из последнего, он оформлял новый альбом Neo Inferno 262, который я, который я всячески пропагандировал в видосе про странный блэк. Давайте послушаем Вормласт. Ребят, мне кажется, не для стрима музыка совершенно. Но да, задушить тяжелее, чем Вормласт, или там Скафи, или пачка других исландских проектов, это прям мощно, нормально так. Так, но, кстати, хочется продолжить тему духоты диссонансной. Опять же, очень многие вспомнили этот проект. Знаменитые внутри Франции французы и немножко за ее пределами. Это Аусот. Да, да, все так. Давайте послушаем Аусот. Очень люблю эту ветку французской блэк-метал-сцены. Андео, Саусот, Вяй, Темпл оф Баал, вот эта вся тусовка. Кайф. Люблю. Но вот этот альбом я пропустил в свое время, поэтому... Не будем нарушать правила твича. Аусот не самый простой проект. Антео, с возможностью, даже чуть-чуть получше. Мне, на самом деле, больше нравится их пятый альбом, мне кажется. Он звучит немножко необычно. А врубился я их в году 2009 как раз. Ранние альбомы, когда они были еще сырее и менее заумные, что ли, да? Прямо по кайфу. У меня тут еще есть пачка блэковых треков, но я что-то подустал. Давайте перейдем, наверное... Тем более, они не то чтобы прям суперзначимые, как мне кажется. Поэтому давайте-ка мы, ребят, перейдем к вопросу тяжелой музыки в России. Я тут отобрал два трека. Начнем мы с Death'а. Наверное, одна из самых известных российских групп за пределами России. Играли в 2013 году немного другую музыку, нежели они с чего начинали. Но ключевое, наверное, это то, что их барабанщик сейчас участвует буквально в самой известной тяжелой группе из России. Да, это Женя Новиков. Играл, да, он в Каталепсе. Субтитры сделал DimaTorzok Интересное, на самом деле, явление, что в годах, так в начале, наверное, десятых, конце нулевых, именно российские группы захватили слэм как направление и стали буквально чуть ли не самыми популярными группами. Да, то есть Каталепсия, что там еще был? Обоминал Путер Дюфити. Че-то такое, блин, никто не называет эти слова, все читают их. Обоминал Путри Дюфити. Путри Дюфити. Кто is on duty today? Удивительно, что русские группы захватили слэм. Слэм вынесли из андеграундного звука и очень специфичного звука в более дэтого современно правильный, ну неправильный, да, чистенький такой, более качевый. Конечно, здесь от слэма ничего не осталось, здесь скорее дайинг фитусом и сфокейшеном пахнет. Я думаю, что Каталепсия отличная группа в формате живых выступлений, то есть вот такое прям вживую очень классно идет. Ну и приятно, приятно, что действительно материал очень качественный, пост-слэм. Да блин, тут от слэма ничего не осталось, тут вот реально такой просто техникал дэт, как бы а-ля Дайинг Фитус. И вторая группа, про которую я хотел поговорить в контексте русской музыки, это что-то, что я совершенно пропустил. Эта группа для меня была загадкой, потому что, опять же, я не слушал в 2013 году Black, зато во второй половине десятых мне отлично заходил Буэрак. Буэрак прям по кайфу был. Сейчас мне не нравится, но вот первые их альбомы, первое творчество очень нравилось. А потом, как оказалось, есть связанная с ними культовая, можно сказать, группа в российском андеграунде, это культура курения. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот звучала запомнившаяся тяжелая музыка из России с 2013 года. И мы заканчиваем последним треком за сегодня. Я, кстати, забыл, пропустил парочку групп, но я, правда, подустал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там было интересное сообщение. Так или не мог понять, Dark Throne стебутся на своих последних альбомах или они это серьезно? Я думаю, что Dark Throne просто влюбленный в старый металл гики. То есть, ну, типа, буквально металл задроты по музыке, так сказать, 80-х, наверное, вот где-то там, да? Даже не 90-х, наверное, 80-х. Вот такой вот, где вот весь металл звучал очень намешанно, и где панка была навалена сверху. Вот как-то так. Я думаю, что они просто кайфуют, пишут альбомы посвящения своим любимым группам из этого периода времени. Блин, саундтрек для игры в Подземелье Дракона. А я и забыл про саундтрек в Подземелье Дракона. Никакой духоты. Чисто me and the boys играем в D&D. MC From The. Oh, боже, как разъёбывает. Да, это дрифт фонт, буквально. Ритм, Качёва и, блин, ну вот умеют они. Они умеют заставить двигаться почему-то. Это же классно. Это вообще кайф. И вот многие вспоминали про их проект последователя. Вот вообще не то. Вообще, вообще не самонинг. Холодан, Друт. Да, 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 всё так. Я перед стримом просто послушал и подумал, хочу ли я про это говорить. Ну, блин, вообще нету кача, нету разъёба. Прям взбодрился после самонинга. Я просто скажу вам, какие ещё треки из металла я взял и пропустил. У меня был ещё Inquisition. Мне кажется, про Inquisition мы уже говорили, поэтому, ну, как бы, ну, был. В следующий раз как-нибудь поговорим ещё раз, может быть. Ещё был Пейзаж Дивер. Но, опять же, мне кажется, может быть не самый главный их альбом, Даст Тор. Но, тем не менее, да, тоже могли поговорить про Пейзаж Дивер. Ещё у меня был отобран Регарда Лес Хомес Томбер. Не думаю, что это прям настолько интересно, чтобы мы сейчас останавливались. В общем, мы с вами переходим к хип-хоп-культуре. И в хип-хоп-культуре происходит очень-очень много интересного. Это не 2002 год, скучный, тухлый. Это 2013 год, год, где зарождается огромное количество отдельных направлений, нишевых, субкультурных, альтернативных. И всё это на фоне определённых тоже процессов, которые происходили в основном жанре. Во-первых, да, вы вот, ребят, вспоминали Гарлем Шейк, мем 2013 года. Я сейчас не буду включать Гарлем Шейк, но он очень хорошо иллюстрирует то, что происходило в жанре в те годы, а именно то, что в 2012 году появился, скажем так, электронный трэп, то есть, точнее, трэп в рамках электронной музыки, а не в рамках рэп-культуры. И постепенно вот он взял своё какое-то вдохновение. Вот Гарлем Шейк — это пример песни в жанре электронный EDM-трэп, да, давайте назовём так. И постепенно этот жанр начал захватывать рэп в обратную сторону. И, в общем, вот примерно так звучал захваченный EDM-трэпом обычный рэп. Это, там, вот у этой песни миллиард просмотров, если что. Я думаю, что вы все её помните. Мы так чисто быстренько приближимся, опять же, чтобы задать контекст. Вот этот звук как бы буквально захватил 2012-2013 год в электронной музыке и потом перелез в сам рэп. Ну, опять же, чтобы задать контекст, чтобы было понятно, какие альтернативы чему мы будем обсуждать, да, что было альтернативой основной музыке. Был ещё трэп классический, да, который, ну, начался где-то в годах 2007, наверное, да, и постепенно это был очень нишевый жанр, но он году так 2012-2013 году раскочегарился и превратился в основной звук в хип-хопе. Я здесь включу просто трэк, опять же, моего любимого вообще исполнителя, Джуси Джея, в хип-хопе. Это удивительный чел, мы ещё обсудим его в контексте более альтернативной, экстремальной, скажем так, музыки, да, но надо понимать, что чел в составе 666-мафии в 90-х годах стал легендой андеграунда. По сути, Memphis Rap и всё, что эти ребята делали в 90-х, это буквально аналог норвежской второй волны black metal, ну, в рэпе, буквально. Можно очень много параллелей провести. Love Sosa — это 2012-й год, поэтому я бы с удовольствием про Чивкиф поговорил, но он в 2012-м году выходил. И, короче, вот это примерно как звучал трэп более классический, не электронный, не вот этот вот типа а-ля дабстеп из хип-хоп-культуры, да? Опять же, как звучал, то есть вот такой звук зародился где-то в 7-8 году и нагнал популярность и стал, ну, доминирующим в хип-хопе того времени. Может быть, вы помните ещё русские всякие треки типа там «Все танцуют локтя». Это что происходило в жанре. Но что происходило в таких более нишевых жанровых направлениях в этом всём? Во-первых, вот тут вспоминали Love Sosa, Чивкифа, есть такое в хип-хопе отдельный под жанр, так называемый дрилл. Вот, и можно считать, что основателем его считается как раз чикагская тусовка под руководством Чивкифа, и этот звук, по сути, предопределил то, что популярно в хип-хопе будет все ближайшие годы вместе с ещё одним отдельным направлением, которым мы тоже ознакомимся, просто чтобы понятно было. То есть это максимально сырая, тупая, примитивная музыка, сделанная подростками вокруг настоящего насилия. То есть если вы зайдёте и посмотрите, там, не знаю, загуглите в Ютьюбе что-нибудь типа «Умершие рэперы в 2000 таком-то году, 2020, 21, 22, там будет списки по 200 человек, из которых 190 будут застрелены где-то на улицах Чикаго или ещё чего-то». Короче, вот, например, вот этот клип, который мы сейчас посмотрим, один персонаж из него уже погиб ровно в том же 2013 году, его застрелили, второй — это «Сиди в тюрьме довольно давно». То есть это, короче, супер-violent, супер-живая музыка от людей, которые знают насилие из первых рук, потому что половина их знакомых погибла в внутренних перетасовках банд, и Black Metal такой уровень насилия и не снился. И при этом это подростки, это всё 16-летние, 18-летние ребята, которые одновременно с этим пытаются вырваться люди и делать музыку. У Чивкифа получилось, у этих ребят нет. Но в качестве примера из 2013 года я вот покажу просто, что такое drill. Надо понимать, что этот жанр очень сильно повлиял на то, как рэп звучит сейчас. Отсюда пошло знаменитое «Эш Керри», буквально из этого клипа, которое подхватило Lil Pump, а потом подхватили в России. Я могу объяснить, почему люди слушают drill? Люди слушают drill, потому что это тупая, примитивная, энергичная музыка, сырая, живая. То есть в ней очень мало вылащенности, по крайней мере в ранее. Она сделана подростками для того, чтобы бороться с другими внутренними разборками в Чикаго, в Кланет. В основном она состоит из дисов других группировок, и за эти дисы людей друг друга буквально наубивали, так что из сцены осталось я не знаю сколько людей. Но при этом, да, многие из вас, с кем мы общались в начале группы, вспоминали про довольно известный альбом из хип-хопа в эти годы, который был очень сильно вдохновлен drill'ом. Именно эта энергия, именно Чивкифом, даже Чивкиф там есть на этом альбоме, это знаменитый, знаменитый, отмененный человек, не просто так, это Kanye West. Я просто люблю про хип-хоп рассказывать в контексте, скажем так, в металлхэдской тусовке, потому что очень много чего интересного происходило в жанре, тоже такого живого, что меня лично интересует. И, короче, давайте послушаем Kanye West и его вдохновленный drill'ом альбом, хотя это никак не будет слушаться. В общем, это Kanye West, Black Skinhead. Мне кажется, самая лучшая песня с его вот этого альбома. Я не могу сказать, тут кто-то говорил, что это лучший альбом, я, наверное, не соглашусь, но конкретно эта песня, вот в ней вот в этот вот как раз живая, сырая энергия такая, вот прям вот, вот она во многом очень хорошо вписывается в ранний drill. Мы сейчас познакомимся прям с несколькими тегами, короче. Пройдемся все-таки по интересному, по направлениям, хотя у меня тут три трека из A$AP тусовки, A$AP роки, A$AP ферк, A$AP моб. Я пока их пропущу. Сейчас я покажу вообще, вообще вам страшное, страшное. Это трек в 2013 году, который пришел и разъебал абсолютно весь старый трэп и сделал новый трэп, который до сих пор звучит вот так. Вот если кто-то следит за мейнстримной рэп-музыкой, до сих пор хип-хоп звучит вот так. Я даже, наверное, сейчас найду вам один мем. Да, да, буквально рэп-триолями. Вот он пришел в 2013 году благодаря Мигас, не самому лучшему их треку, но просто один трек и весь рэп уже 10 лет звучит одинаково. Это триоли, тупые, примитивные, постоянные хуки. Это определенный стиль. Короче, ребята, ну просто вот в 2013 году предосхитили все, что происходило десятилетиями позже в популярной рэп-музыке. Все, это все, это все, больше ничего не будет. Просто Версачи, Версачи, Версачи. Версачи, Версачи. Все, тут Версачи, пацаны. Все, одна эта песня перевернула весь рэп, ну буквально, серьезно. Как бы это ни казалось сейчас странным, но тут еще надо небольшую толерантность, как бы вообще испытать хоп-музыки, все-таки не с этого начинают. Это прям вот такой вот прям примитив. И мне этот трек не очень нравится. Но Мигас за свою долгую карьеру, пока, кстати, тоже одного из их чуваков не застрелили, по-моему, сделали очень много качественных песен, таких вот массовых. Я думаю, что многие из них вы слышали, если... Мы с вами нарисовали картину. Я хотел просто вот нарисовать картину из того, что с одной стороны у нас был Версачи, 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 а с другой стороны у нас был тупой, примитивный, энергичный, вайланд, да, насильственный дрилл. Из него выросли двух вещей, выросло все. Выросли лилпампы, кого только не вспомнить. Ну, короче, все популярное, начиная с 2015-2017 года, все оттуда. А теперь мы с вами перейдем к такому более, более, как бы, жанрово-альтернативному. Потому что все это не было, как бы, альтернативным. Ну, дрилл, может быть, да, дрилл очень субкультурная вещь. Все остальное было достаточно массово. Во-первых, да, помните, я вам рассказывал про Джуси Джея, что чел, вот этот вот чел, это легенда. Легенда. Почему он легенда? Потому что в 90-х годах этот чел со своими друзьями придумал Memphis Rap. Еще раз, буквально норвежский black metal от мира хип-хопа, который потом превратился, пост-жанр, скажем так, да, в фонг и так далее. И вот у них, для сравнения, в 2013 году у Freaks and Mafia был такой альбом Reunion, да, потому что это все деды. Они в 90-х делали музыку. Но они в нулевых были актуальны, и в десятых актуальны. У Джуси Джея есть песня с Кэти Перри на больше, чем на миллиард просмотров. То есть они удивительным образом в течение 30 лет задели все сегменты рап-музыки, начиная от тотального андеграунда и заканчивая максимально массовой музыкой. Вот это удивительно. Давайте для сравнения послушаем, как звучит, скажем так, Memphis Rap в исполнении чуваков, которые делали это в 90-х, в образца 2013 года. Мне кажется, что у этого есть побольше шансов понравиться вам, мои дорогие слушатели. Давайте просто для сравнения я включу, что пацаны делали в, так сказать, в года, когда норвежский блок металл был популярен. Все, очень-очень-очень многое можно параллели провести. Просто для того, чтобы вы понимали, вот сейчас вот это играло 2013 года, это 91-94 год. Человеки делали музыку, которая сейчас популярна. Вот как она сейчас звучит, они делали так в 90-х. Мне в целом в будущем, конечно, очень хочется поговорить про явление Memphis Rap, потому что очень многое. Это сырая, мрачная музыка, очень монотонная, тупая, энергичная. Очень похоже на Black во многих параметрах. Да, ну вот, например, еще один пример того, как на это все смотрели в контексте 2013 года. Это тоже один из исполнителей, который игрался с фонком, бенфисовским звуком. Это Lil Ugly Main. Такое музло набирает оборот. Это как раз то, что называют Memphis Rap или фонком. Да, у фонка тоже много разных вкусов. Не только дрифт-фонк, вот этот вот, который, может быть, вы слышали в мемах всяких и так далее. Это как бы первая такая веточка, да, того, что происходило. Вторая веточка — это гегемония клауд-рэпа среди молодых людей. Особенно популярна эта музыка, реально, среди подростков, среди какой-нибудь геймерской культуры. Ну, много где, короче, клауд-рэп слушали. И он очень хорошо пересекается вообще с трендом на определенную эстетику. Вейпервейв ту же самую тему. Давайте ознакомимся с несколькими типичными представителями клауд-рэпа, чтобы понять, как это все дело звучало. Наверное, самый известный исполнитель, который нашумел в клауд-рэпе в то время, это Янг Лин, Emotional Boys и так далее. Тоже подросток, понимаете? Подростки делают музыку для подростков и делают, двигают жанры вперед. Это очень круто. В Роке этого мало. В Роке этого сейчас не хватает, что не хватает молодых людей, которые бы придумывали что-то совершенно новое. А они уходят в рэп. Ну, вот, в общем, вот такая вот эстетика набирает обороты в то время, да? Вот еще один пример. На что ностальгировали, скажем так? С чем играли молодые рэперы с того времени? А это вот всякие окна, видны, там, не знаю, макос, виндоус, всякие вот такие элементы раннего интернета. Вот все вот такое. Тут интересный вопрос есть. Есть, на мой взгляд, проблемка у них всех. Где флоу? А мне, кстати, интересно, вот что ты вписываешь в понятие флоу? Вот давай я включу тебе песню, тоже с 2013 года. Ты мне скажешь, это вот флоу для тебя или нет? Потому что у меня есть гипотеза, что ты имеешь в виду под словом флоу. Я хочу ее проверить. Давай вот так сделаем. Ну, просто, возможно, ты любишь олдскульный хип-хоп, вот все, как бы. Но отличие флоу от того, что флоу здесь и флоу там, то, что в этом флоу ничего нового нет. Это одна и та же формула, которая... В целом, ничего плохого в том, что следовать ей нет. Если хочется развивать жанр в другую сторону, надо отходить от этого флоу, так называемого. А на самом деле, просто от олдскульного типа читки. Поэтому, с одной стороны, появляется читка приплетами. Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б. Поехали. Это что-то новое. Ну, на самом деле, не то, чтобы новое, а это хорошо забытое старое. Bone Facts and Harmony были с такой же читкой. Те же самые... В Мемфис-рэпе много читали тогда, но это не было массово. Точно так же тут. Надо придумывать что-то новое, и чтобы придумывать что-то новое, нужно экспериментировать. И эксперименты, по сути, выход из привычного. Вышли из привычного, вот тебе новый флоу, другой. Чтобы вообще пройтись по совсем экспериментальным штукам, хочу задеть еще один тренд, который, как мне кажется, определил вообще молодежную музыку уже конца десятых. Да, ну, конца десятых, начало двадцатых, да. Это в целом то, что выросло новое поколение людей, для которых было нормально вариться в нескольких разных культурах. То есть, если мы вспоминаем предыдущее поколение, это была история про то, что вот есть люди, которые слушают рэп, вот есть люди, которые слушают рок, вот есть люди, которые слушают панк, вот есть люди, которые слушают металл. Они почти не мешаются, да. То есть, вот рэп и металл это что-то не очень совместимое за пределами нескольких экспериментов, да, ну, то есть можно вспоминать, там, опять же, New Metal, который как раз и стал вот этой важным мостиком между разными жанрами, да, и вот появились уже люди, которые росли не в 90-е, 80-е и в нулевых у этих людей перед глазами уже не было вот этого такого явного разделения, к сожалению, в России оно было, да, но в мире это было нормально слушать, скажем так, там, не знаю, Onyx почему Onyx, я вспомню, не знаю, опять же, какие-то русские вайбы, ну, короче, нормально слушать Лу-Тан Куан и Джей-Зи и Эминема, с другой стороны, нормально слушать Слепнот, там, не знаю, Лим Бискет, Корн, еще подряд, да, вот это все, и вот появилось большое поколение людей, которое выросло из этой культуры, где нормально мешать разные жанры и впитывать разную музыку, если ты начинаешь слушать музыку, там, не знаю, Слинкин Парк или Бискет, а потом ты слушаешь Слепнот, потом ты слушаешь, я не знаю, Чилтенов Бодом, потом ты слушаешь Бурзу. 2013 год, это заря, вот только появляются музыканты, которые все, им пофиг, они намешали в своей голове разные влияния совершенно разных жанров и играются с этим. Вот просто как более-менее безумный пример, вот есть такой исполнитель Black Ray, опять же, посмотрите просто на эстетику, да, как это выглядит. Что-то для 80-х, 70-х очень странное, не было так. Ты либо слушал рэп, либо слушал Iron Maiden, но выросло новое поколение, которым насрать на эти рамки. Вот, еще было такое забавное явление, как сейлем, ребят, что за жанр с сейлем, я вот забываю. Вичхаус, вот, я вспомнил, Вичхаус. И вот есть люди, которые вдохновляются Crystal Castle с вичухой, нойзом, металлом, рэпом, и вот в их голове это естественная смесь, из которой у них появляется вдохновение делать что-то свое. И получается, например, что-то... Субтитры делал DimaTorzok Это не то, чтобы пример музла, который надо слушать, а скорее про бренд, да, это скорее про то, чем куда несет, в какие дали креативные подростки в тех времен. Да, а вот что-то уже, как мне кажется, более важное, да, которое как раз тоже связано со всем этим, и что предопределило уже альтернативную музыку конца десятых, там, середина конца десятых, появляется тоже здесь. Это вот хороший пример, это Bones, да. Тихо, помолчи пока. Да, вот это как раз пример подростка, который рос на рэпе и рос на металле, да, чувак, который читает рэп с, там, толстовкой-бузом, например, и выглядит как стоунер-металл-хэт, а не как рэпер, как белый, зашуганный чувак, который пойдет делать что-то, что в Америке слишком часто происходит, да. Но он читает рэп. Он читает рэп, но он при этом сэмплит музыку не из рэпа. Он не сэмплит музыку из фанка, из соло, из всех типичных жанров, из, там, R&B, да, он сэмплит рок-музыку, он сэмплит, там, не знаю, металл, да. И после этого пойдут, там, Suicide Boys, Dolstmayne, XXTXT Эксенсационные всякие, вот, в Asia Lee Petpa, вот это все типа Bones, в 2013 году это вот первая чувак, который начал делать такую достаточно уникальную штуку. И этим мне это время кажется очень интересным. Потому что до этого такого не было. Все, видите, Бонт Все, все любят Ну, потому что, да, он культурно гораздо ближе к металлу, да Но, тем не менее, звук-то, в принципе, ну, это тоже есть веяние, скажем так Мемфис рэпа, трэпа Ну, это, по сути, есть такой термин, как это называют, трэп-металл Да, какая-то такая тема Да, и связанный с этим всем жанр уже электронной музыки Очень плотно связанный с клауд-рэпом, в котором я совершенно ничего не понимаю Но про него тоже, наверное, стоит поговорить, как заметное явление, там, 2013-2015 год Это Vaporwave Короче, ребят, я тут вообще ничего не шарю Я просто пару треков скинул зритель И я благодарен, потому что я бы что-нибудь другое, наверное, выбрал Но доверимся вкусу зрителя и послушаем Vaporwave Как тоже заметное явление 2013-2015 года Мне кажется, почти каждый второй ютубер имел Vaporwave в свое время в качестве музыки на заставках Чем эта музыка отличается от этого вейва? Ну, вообще она довольно разная, мне кажется Vaporwave, он все-таки такой компьютерно-воздушный Я не знаю, ну, то есть там очень много такой электронной эстетики Она больше про нулевые, про ранние нулевые А Retrowwave, он, конечно, про 80-е больше, мне кажется Да, и другой вот пример Vaporwave, который скинули Тоже интересный Ну, вот посмотрите, да, то есть эстетика очень важна Это вообще не Retrowwave-ная эстетика Ранее 3D-шная, компьютерная, Mario 64, Dreamcast Не знаю, первый Mac, Windows 98 Вот это из какой-то игры явно, сэмпл Из Зельды, мне кажется, или типа того А, Donkey Kong, точно При этом заметьте, абсолютно везде хай-хеты трэповые 808-ые хай-хеты из трэпа захватили абсолютно всю музыку Вот, друзья, это Vaporwave Такая вот штука тоже была в 2013 году Насколько я понимаю, пика своего развития Она, скорее, в 15-16 годах довела Как такой интернет-жанр Ну, таких интернет-жанров становилось больше и больше На самом деле Вот это вот такие Не то чтобы первые, но прям расцвет интернет-музыки Саундклауда Вот это все, оно очень сильно повлияло на музыку популярную здесь сейчас В общем, у меня было еще, на самом деле, несколько примеров из русского рэпа Которые я хотела обсудить Но я что-то, ребят, подустал Я думаю, что мы закончим стрим русским рэпом Последней песней Окончательная точка Мы поставим ее прям как надо Как мы любим Вот как был Immortal, как была Бутырка Вот этим и закончим В общем, вот 2013 год получился супер-супер насыщенным Мне кажется, он очень показателен В контексте того, как Альтернативная культура В какой-то момент в целом начала Очень сильно съезжать Из рок-пространства В хип-хоп-пространство То есть в 2002 году Такого и вообще не чувствовалось Да, молодежная культура Она была скорее Хоп-панк, нью-метал Да, вот что-то такое В 2013 году от этого и следы простыл Только мы сидим тут, пердуны Слушаем рок-метал Потому что мы слушали его Когда сами росли А новой крови мало И вот Такой вот Не то чтобы поворотный год Но много чего Много чего интересного было В разных жанрах И это я еще реально Я еще не поговорил с вами про Много рэпа Я не поговорил про большое количество Разного металла Которого мы там обсуждали Просто потому что Ну типа Сложно слушать музыку так долго Закончим мы тем Что в 2013 году Вернулся из тюрьмы Паша Техник Легенда русского рэпа Отпразднуем выход Бродяги Симпатяги Его треком Когда он вышел Колбасила его Колбасила Пять лет Пришел момент Пришел момент Ответить всем Уважьте У вас куски Как крошки Я пацан Я тебя хуево знаю Я правый От сердца к солнцу Кепка стон Тапки лакосты С нами бог А кто-то бьет в лоб Привет Джорджу Майклу Держит баллон Монтану Через майку И кстати Привет маме Халлоу Это Блёв Эврибари Зики-зики-заки-заки Я косяк взрываю Догоняю порох Через фольгу Три на три На кухне Или Ольга на три Внутри тебя Добротуха